По результатам досрочных выборов Александр Авдеев, представляющий партию «Единая Россия», набрал больше 83% голосов. За Авдеева проголосовали 265 125 человек. На втором месте кандидат от КПРФ Антон Сидорко. Тройку лидеров замыкает Сергей Корнишов от партии ЛДПР. Далее следует Сергей Бирюков из партии «Справедливая Россия. Патриота за правду» и Александр Суботин от партии «Роста». Явка избирателей в этом году составила 29,05%. Как прошла кампания, главное ее достоинство, то что она прошла в строгом соответствии с действующим законодательством. Она прошла в очень спокойной, не знаю насколько уместно употреблять дружелюбной обстановке, с учетом того, что выборы это все-таки некий конфликт интересов. Но мы не видели каких-то серьезных злобных выпадов. Да, была борьба. Всего во Владимирской области были открыты 982 избирательных участка. Все три дня голосования на участках работали наблюдатели, около 1000 человек. Больше 300 из них подготовила общественная палата. Ее председатель Анатолий Анин считает, что от их работы зависело многое. Важно было не только заметить нарушение, но и не допустить его. В этом году с этой задачей общественные наблюдатели справились на отлично. Досрочные выборы прошли без эксцессов, заявил Анатолий Анин. Результат наблюдения в том, что палата гарантирует честность, открытость, чистоту этих выборов. Вот это однозначно. Потому что важно не только получить определенный результат кандидатам, поднять свой электорат, привести ядерный электорат, дополнительно привлечь голоса, но еще и обеспечить достоверность этих результатов. Вот с этой точки зрения выборы состоялись, результат достоверен. С 9 по 11 сентября в регионе проходили выборы и в органы местного самоуправления. Всего было 35 муниципальных компаний. Замещалось 200 депутатских мандатов. По итогам выборов большинство избирателей проголосовали за кандидатов от партии власти. Впервые у нас общественные организации, которые принимали участие в избирательной кампании, также получили один мандат в Александровском районе. И 4 самого движенца также победили при проведении голосования. Избирательная кампания завершена. В ближайшее время Александр Авдеев избавится от приставки в Рио и официально вступит в должность губернатора. Илья Лопушенко, Игорь Липский и Сергей Власов.